Что вообще происходит? TerraUSD, 57 центов. Terra, 6,7 доллара. Вау! Всем привет, ребята! Меня зовут Богатий Ищиди, и добро пожаловать в новое видео. Если последние 24 часа показались тебе жесточайшими, не сомневайся, ты не один. Мне они тоже такими показались. Криптовалютный рынок обрушился снова, и это уже становится какой-то нехорошей тенденцией. Биткоин отчаянно пытается удержаться выше 30 тысяч долларов, а почти все альткоины на рынке теряют от 10 до 80% стоимости за сутки. Безумие. Но сегодня весь интернет заполнен разговорами о Terra Luna и их стейблкоине UST. Совсем недавно Terra оказалась королем криптовалютного рынка, ведь на фоне падения всех остальных криптовалют Луна удивительным образом держалась и даже постепенно росла, достигнув на пике 120 долларов за одну монету. Стейблкоин от Terra, UST, в свою очередь стал одним из крупнейших на рынке, и Доу Квон, создатель всех этих проектов, у себя в Твиттере постоянно вещал про свои успехи. Все было просто замечательно до вчерашнего дня. Посмотри на этот график. Вчера-то все и произошло. UST не просто нарушил свой паритет по отношению к доллару, который должен был составлять один к одному, но и обрушил его со страшной силой. 57 центов. Луна тем временем обвалилась так сильно, что это привело к падению на 85% за сутки. Она не просто вылетела из топ-10 крупнейших криптовалют, но буквально легла на больничную койку, где ей изо всех сил пытаются предоставить срочную медицинскую помощь, обвалив окончательно все свои резервы. Озолоченная стоимость в DeFi протоколах, построенных на блокчейне Терра Луна, катастрофически рухнула. В основном за счет Анкора, самого популярного DeFi протокола на Терра Луна, где все стейкали свои монеты. Итак, что же произошло? Как такая катастрофа стала возможной? И что это все значит? Многие объясняют это с координированной атакой. В Твиттере можно найти не один пост об этом. Я не хочу ковыряться в этих теориях заговора, я хочу рассказать тебе факты. И чтобы ты смог понять эти факты, для начала я хочу напомнить тебе, как работает стейблкоин UST. Это очень важно для дальнейшего понимания ситуации. Итак, ты помнишь, что Терра прежде всего является платформой, которая позволяет минтить децентрализованные стейблкоины, используя нативный токен Луна в качестве залога. Из уже выпущенных на Терра стейблкоинов, UST стал самым популярным из них, и было выпущено около 18 миллиардов токенов UST. Терра использует механизм создания и сжигания, для того, чтобы создавать новые UST, и поддерживать его паритет с долларом США. Скажем, ты хочешь создать немного UST, для этого тебе придется сжечь какое-то количество токенов Луна. Давай представим, что Луна сейчас стоит 10 долларов. Это даже дороже, чем сейчас. Сейчас она стоит 6 долларов. Поразительно, совсем недавно, ведь Терра Луна стоила 120 долларов. При курсе в 10 долларов за Луну, сжигая одну Луну, мы получим 10 стейблкоинов UST. Это работает и наоборот. Для создания одной Луны, если ее курс составляет 10 долларов, необходимо сжечь 10 UST. В теории, такой механизм должен поддерживать привязку UST к доллару. Теперь, скажем, UST взлетел выше паритета и стоит не 1 доллар, как положено, а 1 доллар 50 центов. В таком случае, каждый, у кого есть токены Луна, может сжечь их, получить 1 UST и сверху еще половину UST, как прибыль. Чем больше холдеров Луна так сделает, тем больше UST появится в доступном предложении. С увеличением предложения UST, его курс возвращается обратно к 1 доллару. Наоборот, происходит точно так же. Скажем, стейблкоин UST споткнулся и его паритет с долларом сломался. Теперь UST стоит 50 центов, а не 1 доллар, как положено. Все, у кого есть UST, могут сжечь их, чтобы получить токены Луна. Таким образом, при курсе UST в 50 центов, сжигание UST приводит к удвоению количества токенов Луна у холдеров, которые сожгли UST, а также возвращает стейблкоин и UST паритет с долларом США, так как предложение UST на рынке будет уменьшаться. Очень умный механизм, не так ли? И он сильно отличается от того, что мы видим, например, у тезера, который является централизованным стейблкоином. В теории, тезер, конечно же, обеспечен наличным долларом США на счетах компании, хотя в этом мы не уверены, потому что компания не позволяет провести полный аудит. Поэтому есть предположение, что тезер просто-напросто печатает из воздуха. Если мы добавим сюда и возможность центральной компании замораживать доступ пользователей к их стейблкоинам, то становится очевидным преимущество децентрализованных стейблкоинов, таких как UST от Terra Luna. UST на фоне тезера оказался более децентрализованным и безопасным вариантом до некоторых пор. Конечно, Terra пыталась обезопасить UST от непредвиденных движений на рынке. Например, она купила биткоинов на полтора миллиарда долларов, которые ушли в резерв UST. Так почему же UST, который всегда должен стоить 1 доллар, внезапно рухнул до 65 центов? Весь твиттер заполонили спекуляции на этот счет, вплоть до скоординированной атаки. Но я озвучу самое простое объяснение. На самом деле, последний крах рынка и стал причиной. Биткоин рухнул, весь рынок рухнул и Terra Luna тоже рухнула. А теперь вспомним о том, как работает UST. Не зря мы с тобой об этом говорили в начале видео. Холдеры UST увидели падение курса Terra Luna и обеспокоились, что курс стейблкоина может отвязаться от паритета с долларом. Холдеры UST увидели падение курса Terra Luna и обеспокоились, что курс стейблкоина может отвязаться от паритета с долларом. Так что они начали избавляться от своих UST на всякий случай. Сжигание UST привело к увеличению предложения Terra Luna, что вылилось в еще большее падение курса Terra Luna. Очевидно, чем больше предложения, тем меньше его цена. Это в свою очередь заставило сомневающихся холдеров UST также принять решение о продаже своих UST. Это и запустило эффект домино и катастрофическое падение курса как Terra Luna, так и UST. Конечно же, Luna Foundation не могла смотреть на это спокойно и была вынуждена начать распродавать свои резервы, которыми они обеспечивали UST. А это в том числе и биткоины на сумму в полтора миллиарда долларов. И мы видим на этом графике, что они практически опустошили все свои резервы, на которых было почти 4 миллиарда долларов, а сейчас всего лишь 134 миллиона. Это привело к еще большему давлению на биткоин, который упал ниже 30 тысяч долларов и потянул за собой весь рынок, в том числе и Terra Luna. И снова холдеры UST увидели это и начали продавать свои стейблкоины, что в свою очередь привело к увеличению предложения Terra Luna и к продолжению падения ее курса. И так плохая ситуация стала еще хуже. И так, кажется, инвесторам в Луну сейчас приходится искать еще больше ликвидности только для того, чтобы все удержалось хотя бы на таком плаву. Только для того, чтобы предотвратить масштабнейшую катастрофу и смерть Terra Luna. Четыре, блин, доллара. Вернется ли паритет доллара и UST? И хотелось бы верить, что да. Тем более, что уже не первый раз это случается с UST. Как мы видим, например, в 2020 году и в 2021 два раза паритет был нарушен, но не так сильно, как сейчас. Однако есть множество жирных инвесторов, которые заинтересованы возвращением этого паритета. И в прошлые разы справедливость всегда восстанавливалась за их счет. Однако уже сегодня мы получим обновленные данные по CPI, и если они окажутся плохими, а шансы на это очень большие, рынки продолжат падать. Больше волатильности, больше катастроф и больше длинных бессонных ночей. Буду ли я когда-либо хранить свои USDT в TerraUSD? Очень навряд ли. Вернуть доверие к этому стейблкоину после такого будет очень-очень сложно. Но в итоге после темной ночи приходит рассвет. Не так ли? Кстати, ребята, я уверен, что самый популярный вопрос в комментариях под этим видео будет, стоит ли покупать Луну прямо сейчас. И ответ на этот вопрос дал CryptoManRen. Он мне очень понравился, поэтому я решил поделиться им с тобой. Покупать Луну сейчас это лучшая сделка с точки зрения соотношения риска к потенциальной прибыли. Такой я не видел очень давно. Есть шанс, что она упадет до нуля. Но если не упадет, то можно купить монеты по сумасшедшим низким ценам. Это сделка либо все, либо ничего. Но думаю, очень-очень умная сделка. Конечно же, это не финансовый совет принимать решения только тебе. Но я на всякий случай куплю Луны на небольшую для себя сумму. Мало ли. Теперь точно все. Увидимся в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok